Друзья мои, всем здравствуйте! Я рада приветствовать вас на YouTube-канале Катя Ру. Мое имя Екатерина, как вы уже поняли. У нас с вами будет болтологическое видео. Между нами девочками. Я с красивым цветочком. Такая красота. Он у меня был красивый цветок. Скажите, девочки, красивый цвет. Он у меня был вот сверху вот этой штучки деревянной, резной. Я сейчас взяла его в руки, решила убрать, потому что на видео он как-то торчал, не в попад, поэтому я его убрала. Смотрите, как красиво, да? Шикардос! Ну что, у нас сегодня воскресенье. И, соответственно, то, что сейчас я вижу за окном, это море, это парус. Один, два, три. Какая-то лодочка плывет. Ну, в общем, шикарный вид. Девочки, если переверну камеру, мне несложно. Будет от свет, от блеск, да? И вы ничего не увидите абсолютно. Я уже это пробовала, не раз думаю. Буду болтать, снимать, потом раз, сделаю там камеру еще, хопс, по-другому, и все, и вы будете. Видеть еще и море, да? Нет, не получается так. Это не работает. Поэтому будете видеть меня. С чего начнем? Ну, начнем с того, по старой доброй традиции. Так как моя жизнь, моя работа непосредственно связаны с украшениями, то я хочу вам напомнить, что шикарные украшения, которые вы видите на мне, в частности, сережки великолепные, с сердоликом. Это было хиты продаж, и благо мы их могли повторить. Камни были все разные, потому что они натуральные. Но это такая красота, девочки, в черненом серебре. То, что я вам представляю каждую пятницу на Эсмеральда Сильвер Шик. Для мной включившихся хочу сказать. У меня был и есть YouTube-канал Эсмеральда Серебро. Эсмеральда латинскими, это изумруд по-испански, серебро русскими. Если вы наберете в поисковике в YouTube, то вам выйдет 314 видео, если я не ошибаюсь, которые я снимала с августа месяца 2018 года, если быть точнее. Соответственно, буквально месяц назад я открыла новый мой YouTube-канал, где я выкладываю продолжение видео об украшениях. Это Эсмеральда Сильвер Шик. Это продолжение, я даже видео стала нумеровать в порядке продолжения, потому что это все одно и то же. Одна и та же тюбетейка, надетая на другой лад, только, вернее, как, все то же самое, название канала другое. Поэтому я всех прошу подписаться, и вы сможете приобретать вот такую красоту, девочки. Очень красивые, да? Я считаю, что очень красивые. Одни из наших вот таких вот ярких. Это классика, но это настолько шикарно, это настолько красиво. И цветовую гамму это очень люблю. Хотела надеть еще кольцо на руку, но было бы много. Вот хочется весь такой вот, как сказать, эффект и все внимание на серке. Я в моей недельке, я дорожка называю, потому что дорожки, это тоже отдельная история. Дорожки, да. Я в одном видео просмотрела, назвала на недельку, сказала дорожки, девочки. Но это моя неделька. А это я брала на рынке. Антик, два браслета в серебре с нефритом и тоже с сердоликом подходят к этим серьгам, поэтому я вот ношу, да? Мне нравится и золото, и серебро. Я делаю, смешиваю эти металлы, носки на шуме, то есть абсолютно заходят и так и сяк, поэтому я миксую. Надеюсь, вам не шумит кондиционер. Что хочу сказать. Я у себя обнаружила, что когда я делала вам показ моих, мои летние обуви, то, что я ношу летом, буквально оставлю ссылочку на это видео. Все девочки, так как мы все-таки, любим красоту во всех ее проявлениях. Да, посмотрела много просмотров, просмотрели замечательно данное видео. Но я тут обнаружила, что еще где-то пар 10 не вошло, так сказать, в это. Но я просто про них забыла, то, что я не ношу. Классные мы купили в Бельгии, когда я была в Бельгии в поездке. Они были коричневые с золотом. Если вы помните, я после приезда из Бельгии показывала вам, когда это было два года назад, если я не ошибаюсь. Еще я перед поездкой в Голландию покупала одни такие черные. Забыла, как эта марка называется, тоже летние, как они, как сандалии. Ну, тоже очень симпатичные. В общем, еще множество вариантов, которые Катерина, соответственно, забыла. Поэтому будет повод для другого видео. Про сумки помню, девочки. Надо собраться, потому что... Да, надо собраться. Но сумки, благо, у меня все в одном месте. Это не будет так сложно. Ну, в любом случае, сегодня не про сумки. Сегодня немножко... Вот сейчас было много мыслей. Сейчас попутно буду вспоминать, что хочу сказать. По поводу красоты. Кто-то меня спрашивал из девочек. То, что я буду делать, да, что-то я буду делать, какие-то процедуры. Друзья мои, я, мне 45 лет. То, что я делала за все время из, так сказать, более серьезных процедур, это два раза у меня был уколот в межбровку ботокс. Вот сюда. Хорошо у меня держится. Последний раз это было год назад. Вот сейчас я буду по осени повторять. Я думаю, что у меня... Ну, все равно немножко как-то заломы есть, потому что возраст есть возраст. Но это единственная процедура, которую я делала. Другого ничего я не делала. Из вот таких вот процедур серьезных, да. Следующий момент... Ну, как серьезных? Это вообще сейчас упуск комара по сравнению с тем, что делают женщины, да, в погоне за красотой. Я, кстати, никого не осуждаю. Кто меру знает и имеет хорошего мастера, классического хирурга, ради бога, вперед. Только вперед из песни. Вот. У меня еще не было ни губы, ничего, девочки. Про губы. Губы у меня мамины, пухлые. Я их крашу чуть выше карандашом, чем они у меня есть. И они кажутся с припухлостью. На некоторых фотографиях, где у меня губки вот так бантиком побольше, это фильтр. Это фотошоп. Немножко такой... Ну, и даже если... Ну, видите, сейчас оно немножко это... Можно, да, пококетничать. Вот. Поэтому, ну, нет, ничего я не колола никогда. И вообще ни в жизнях такого еще не было у меня. Вот. Ну, если я это сделаю, я скажу, наверное, об этом, как бы, если спросят, то я скажу честно. Так и вот так. Соответственно, что? Чем я пользуюсь? У меня, девочки мои хорошие, у меня... Я не взяла с ванной, и, наверное, я не пойду или пойду. Ну, ладно. У меня натуральные масла. Мне очень нравится одно сухое масло, которым я пользуюсь полностью для всего тела после душа. И, соответственно, для лица у меня постоянно меняются линейки. Это могут быть разные. И от Сисла, и от Диора, и от Ланком, и от всего прочего. Но я беру минимальный гидротосьон. Ну, могу зимой взять что-то побольше с витамином С, с ретинолом и т.д. и т.п. И летом нет. Летом нет. Я все-таки стараюсь что-то такое более просто. Вот увлажнение и все. Вот. Вот что я делаю из процедур. И, конечно же, никаких особых массажей я не делаю. Я бы, знаете, что сказала? Я бы сказала, что все, кто хотят иметь хороший овал лица и подольше сохранить, да. Опять же, есть такой типаж отек, отекшие лица. Есть девочки с весовой категорией такой. Там вот, наверное, что-то... Или, наоборот, очень худенький, и все обвисает. Наверное, там нужно что-то, какие-то вмешательства, что-то делать. У меня генетически особо ничего делать не надо. Ну, гравитацию никто не отменял. Все, понятно, ползет вниз. Но, тем не менее, пока еще ничего не делаю. Что буду делать, не знаю. Но я бы всем порекомендовала, хотя вы мне советов не спрашивали. А когда они спрашивают, лучше советов не давать. Но я скажу, что работает на мне, на моем типаже. Когда я занимаюсь спортом, сейчас я пока им временно не занимаюсь. Потому что мне пока не показано по медицинским причинам. Но когда я начну, можно ходить, можно плавать. Жара. Стараюсь себя не сейчас поберечь побольше. Так вот, спорт, убрать сахар. Все. Грибов в организме нет. Отечности нет. Никаких бяг и как нет в организме. Все. Тело пахнет вкуснее. И все прочее, все прочее. И, соответственно, спорт дает тонус, все идет как-то наверх, подтягивается. Все такое вот. У меня фактически, девочки, я вот там в нескольких видео говорила. Немножко была в отпуске, у мамы набрала там немножко. Нет, девочки, ничего я не набрала. Это отечность, это отек. Это вода. У меня вес 2 килограмма туда, 2 килограмма сюда. Одно и то же. А объемы, если брать замер, и если, соответственно, по какой-то одежде, как будто бы я поправилась. Нет, это отечность. И я, честно говоря, могла себе позволить в последнее время и шоколадочку, и тирамису больше, чем того надо. Вот, поэтому, соответственно, я знаю, что это все сахар, и сахар нужно убирать. Но для головы, для мозгов, для ума он тоже полезен. Черный шоколад замечательно, поэтому вот такой вот на мне работает. Я сейчас никому не собираюсь там вот говорить, да. Что в будущем буду делать? Ну, что-то посмотрю, как оно пойдет, да, насколько я вас могу продержаться. Я не говорю, что я за естественную красоту. На конкурсах красоты и естественной красоты нет, девочки, ее нет. Потому что возрастное оно возрастное. Кому-то больше везет, кому-то меньше, но что-то можно с этим делать. Это, знаете, слушала одного блогера, мне понравилось, значит. Девушка, молодая, сколько ей, но она младше меня. Она говорит, ну, я вот для своих лет, я так прекрасно выгляжу, я так замечательно выгляжу. Вот, дай бог, я не помню там-то слово, но чтоб все так выглядели. Вот она не вылазит с процедур, с разных. Она что-то колет, колет, колет. Ваш сын курит, курит, курит. Что так часто, да, как-то проиграет. И что он еще вот это, да, когда выпить. Девочки, ну смысл в том, что она постоянно, то она скулы делает, то на Майкла Джексона похожа, то она ноздри, то что-то там вот глаза сорбеет, то еще что-то, то еще, то зубы, то операции по уменьшению желудка, то еще, еще. Это вот можно пальцы загибать, там просто невозможно перечислить всех процедур. Говорит, чтобы все в моем возрасте были как я. Я говорю, не дай бог. Я представляю себе, она это не делала ничего. Ну нафига это такое вмешательство в организм? Все-таки, конечно, я не в осуждении, но меру надо знать. Ну и здесь вообще вот такая песня тоже бы я хотела сказать, да. Не надо вот на других переносить, вот перенос вот этот не должен быть. Потому что перекос получается. Это знаете, когда еще давным-давно я приехала в Испанию, и уже познакомилась с моим супругом, и мы жили на квартире. И, соответственно, там у нас была одна сусетка по квартире, вот. И она, значит, один раз, я прекрасно помню, она метр сорок пять в прыжке, ничем выдающимся она не это самое, ну просто хороший человек, хорошая женщина, да, назовем это так. Вот, но дело не в этом. Я сейчас не об этом, я хочу сказать, что какой-то там был праздник или что-то, вот. Ну она перебрала и говорит, я верна моему супругу, и никто не спрашивал, вообще тема такая, ну даже там вообще-то разговора про это не было. Вот я верна, вот там они, по-моему, там всю жизнь вместе, там со школьных лет или что-то, ну вот повезло им, они всю жизнь вместе, и не расстались, и не поругались, и там вся семья у них, я не знаю, сейчас они вместе или нет, мы уже очень много лет не виделись, вот. И, соответственно, она говорит, вот я верна моему супругу, стоит замученная женщина, морщина на морщине, сейчас я скажу, к чему веду, девочки, перекос, да, вот перекос мышлей, морщина на морщине, ну, особо не следящая за собой, самооценка на нуле, особо себя не любящая, да, то есть, ну у нас у каждого там свои, да, какие-то моменты, мы стремимся, работаем, что-то там понятное, нет, идеально, кто-то человек прям вот поборол все свои комплексы страхи и себя любит прям на сто процентов, к этому надо стремиться, да, как говорится, вот. И вот такой вот, я вот верна моему мужу. Мне, на тот период я посмотрела на нее с какой-то жалостью даже, потому что верна это замечательно, и замечательно, когда хорошая семья, и нужно быть верной в браке, и все это правильно, каноны любви, семьи и брака, все должно быть. Но у меня возникает вопрос, вот кому же ты нужна в том вот состоянии, в котором ты как-нибудь верной мужу, если на тебя вообще никто не смотрит, не обращает внимания, ты никак не привлекательна, даже, в принципе, для своего мужа не так привлекательно, не говоря уже о других мужчинах. И мы, женщины, мы так это всегда видим, да, женщина, которая пользуется, у которой очки выше в этом плане, и женщина пользуется каким-то определенным успехом, и среди женщин, и среди мужчин притягивает какое-то внимание и так далее, и так далее. И человек, который вот погряз, так сказать, в житие мое, вот в этом, засосало Мещанское болото, холодильник, телевизор, потом квартира, и все мимо, мимо себя, мимо своей красоты, мимо, вот опять перекос, да, я говорю. И взять женщину, женщину, которая любит себя, женщину, которая имеет харизму, женщину, перед которой открыты многие двери, которой восхищаются мужчины, пускай не все, но многие, да, которые не остаются незамечены, даже просто вот она вышла куда-то, прошлась где-то, обязательно кто-то из машины, что-то где-то, вот, допустим, в Испании, они очень в этом плане активные, да, но, опять же, все зависит еще от твоей энергетики, если ты что-то ищешь взглядом, ты сразу это найдешь, да, если ты уж идешь там, так сказать, по делу, то, возможно, там это, но все равно, внимание, постоянно какое-то определенное внимание. Ну, оно то, что там едет с машины, оно не надо, ну, вы поняли, да, куда я веду, то есть женщина, которая всегда вокруг себя создает энергию. Эта энергия может быть разного характера, энергия, и харизма, и сексуальность, и привлекательность, и манкость, и какой-то, и на нее обращены взгляды, сейчас не буду говорить, тысячи мужчин, да, я сейчас ни на кого не намекаю, девочки, нет, это не о том, это не о том, хотя я вниманием не обделена, да, слава богу, как говорится, и это неплохо, потому что всегда, и даже муж должен быть в тонусе и понимать, эта женщина пользуется спросом и успехом у других мужчин, она нравится, и чтобы муж тоже планку свою поднимал, и любил больше, это тоже неплохо. Так вот, вот если такая женщина будет верна, и она скажет об этом, а я-то вот верна моему мужу, вот тут я еще скажу, вот это да, когда тысячи мужчин у твоих ног, ты не знаешь, куда посмотреть, кого выбрать, да, и ты остаешься верна своему супругу, своему любимому, своему, там, кавалеру, жениху, как хотите, да, бойфренду, вот это да. А то, что когда женщина в таком паническом состоянии, так ведь никто и не смотрит, никто и не претендует, мадам, на вашу руку. Это печально, девочки, это сейчас не с оказыванием сказано, вот я начала про красоту, и у меня пошла вот эта тематика. Я, девочки, я не готовлюсь к видео, я вот начинаю, у меня пошел момент, да, я начинаю говорить, вот, поэтому, кто меня смотрит из знакомых, не делайте мозаику, не сопоставляйте, кто это, вы не знаете, о ком я. Я никогда не буду называть имен, никого там подставлять, потому что, в любом случае, даже если человек смотрит из-за любопытства, может, она меня смотрит, откуда я знаю, она поймет, если она меня смотрит. Вот, потому что есть, зависть еще никто не отменял. Это, знаете, даже порой удивляет, может быть, это и не зависть, а вот какой-то, мы так люди устроены, да, есть люди, и, например, я кого-то не люблю, и с кем-то у меня, не то, что не люблю, нет у меня ни на одной волне, да, мы не находим общего языка. Если этот человек откроет YouTube-канал, я не буду его, мне неинтересно. А есть люди, которые мучаются, страдают, переживают, вот их раздражаешь, но они будут смотреть, будут смотреть. Девочки, сегодня мыло кондиционер, как я рада, внутри мыло, потому что там уже, ну, надо было помыть, даже какой-то звук пошел, думаю, что-то сломалось, наверное, помыло кондиционер, шикарно сейчас работает, прям изумительно, и освежает, и все. Вот такая история про то, что мораль такова, да, баснь моя, как у Крылова, она в чем, девочки? Не живем на низших чахрах, хотя они очень важны, да, и вот это бытие мирское, так сказать, выпить, закусить и что-то купить, это все очень важно, но поднимаемся, нет предела совершенства, поднимаемся, вкладываем в себя по всем фронтам, вот, а вообще красота женская с возрастом, она изнутри, вот, вот эти вот уголки губ, да, ни для кого не секрет, я вот в себе автоматически это стараюсь вырабатывать, знаете, почему? Потому что, когда я затунулась, сижу, да, плю кофе, у меня минуты с обедуреи, кстати, вот это минуты релакс, минуты с обедуреи, это у меня была книжка, у меня один испанец дедулечку подарил вам, ну, где-то мне ее надо найти, я люблю ее почитать. Это также вот, как я была на презентации у тренера, да, у него тоже там открываешь, и там его мысли какие-то, это тоже своего рода как с обедуреи. Я даже вот, у меня была книжка, она сейчас есть тысяча, тысячи чего-то, тысячи изречений, мне надо ее найти, и я открывала просто вот как, вот у меня есть какие-то мысли, мне нужен ответ на вопрос, и я открываю там изречение какого-то умного великого, мыслите там, социрона и т.д. и т.п., и я находила ответы на свои вопросы, потому что, ну, все гениальное, оно просто, да, ну, вот, как и краткость сестра таланта в том числе. Так вот, к чему я вела? К чему я вела? Мораль такова, что вкладывать в себя, да, обязательно, обязательно. И все самое лучшее себе. И тогда не только мужу, детям, в первую очередь себе. Верк, кусочек мамочки любимой, да, не забывая про себя никогда. Это очень-очень важный момент. Так что так, девочки, по поводу, а, по поводу того, что не буду смотреть, кто не нравится. У меня есть пару блогеров, у меня, даже вот мы с девчонками, не буду их называть, потому что это блогеры некого рода фреки, но они добрые, они добрые. И прям вот фреки. Ну, смешно очень бывают такие моменты. Мы смотрим их для поднятия настроения. Мы общаемся, у нас есть такой, как кружок, помимо украшений, это мои, могут быть, там, и покупательницы, мы еще делимся какой-то информацией, и вот иногда друг другу высылаем какие-то очень интересные, такие смешные ролики. Ну, смешные, ну, реально смешные, ну, в нашем понимании, в нашем понятии. Поэтому, да, вот такое вот есть. А так я не буду себя наполнять энергией то, что мне не надо, да, поэтому, поэтому так. Вот, ну, и еще, соответственно, соответственно, что можно сказать? А, мысли мои, девочки. Вы знаете, это настолько, вот я иногда в моменте, допустим, когда я еду с пляжа, да, у меня приходят мысли, что живу, не строю иллюзий, не очаровываюсь, чтобы потом не разочаровываться, стараюсь в моменте прожить, насладиться этим моментом, получить от удовольствия, от одиночества в том числе, потому что моя семья ни для кого не секрет, она вся в России. Я не могу себе позволить такую роскошь, встречаться за кофе каждый вечер, за чашечкой кофе, там, с моей тетей, с моей мамой, мне бы это очень хотелось, да, с близкими у меня людьми, там, с какими-то близкими годами, налаженными контактами в России, хотя, вы знаете, я была в отпуске, я могу сказать, что, ну, во-первых, мне было очень некогда, у меня было время такое, мне, я давно не видела маму, мне нужно было потратить время мое на то, чтобы мы были вместе, это да. Но я не могу сказать, что были какие-то у меня подруги, одна моя подруга, так ей недосозвонились мы, я не знаю, где она, потерялся телефон, мы работали в правительстве вместе, Лидия Владимировна, я бы очень хотела с ней пообщаться, но потерялись у нас контакты, очень я с ней, красивая у нас была связь, красивая дружба, просто, ну, очень мы с ней хорошо общались, вот я бы с ней хотела пообщаться, но не получилось у меня. Так вот, я к чему хочу сказать, что у меня нет этого, да, нет этой роскоши, чтобы я могла с моей семьёй провести время, но я провожу время, как я хочу, я счастлива, друзья. И это великий, высший пилотаж, получать удовольствие от нахождения с самим собой. Вот сейчас вы меня не поймёте, кто любит, кто очень хочет выйти замуж, хочет семеро-полагом и хочет вот это всё, вы меня не поймёте, но самые мои счастливые моменты, они прожиты у меня со мной, с собой, на моей террасе с видом на море, за моей чашечкой кофе, наверное, с моей мотенькой. Девочки, мне не могут люди дать этого счастья, которое отдаю я сама себе и мой мотя. Мне прекрасно с людьми, но мне и без людей прекрасно. Для кого-то это может быть страшно, да, покажется такое откровение. Я сейчас искренне, абсолютно искренне. Вы не представляете, насколько искренне. У меня сейчас, знаете, внутри даже такой холодок от умиления, от счастья, от того, что я это произношу. Я это как даю отчёт, как цитирую, да, мои внутренние какие-то мысли, которые вот, от того, что я их выговариваю, они становятся ещё больше в объёмах, ещё красивее. Так что так. И вообще, как я трачу моё время, да, помимо моей работы с украшениями, это занимает хорошее количество времени монтирования, представления. Это кто-то одна из моих знакомых говорит, что ты будешь снимать 80 лет? Конечно, да. Потому что я буду красивая, у меня будет свой бизнес, у меня сейчас свой бизнес. Я буду снимать, потому что любой товар, даже самый шикарный, это вот именно, именно прекрасно его ещё немножко подтолкнуть, пинок дать, отрекламировать, и ещё, если там я 80 лет себе не очень буду нравиться, будет какая-то девочка, которая я, да, которая будет рекламировать все эти моменты. Вот, ну, я думаю, что косметология зайдёт далеко, далеко, очень далеко. О, и мы 80 лет будем выглядеть. А вообще, девочки, никогда никого не слушайте. Кто вас критикует, гоните в шею, гоните в шею. Друзья должны поддерживать, а не критиковать. Не лезть со своими такими негативными какими-то моментами. Только должно быть позитивно. Всё очень просто, мои хорошие. Если чувствуете, что после общения с человеком вам плохо, вам некомфортно, у вас какой-то дискомфорт, всё, прочь, прочь. Здесь уже даже без комментариев. Это может быть жизнь, так вот, ну, так устроена жизнь. Вот, а вообще вот занижение, да, люди ничего из себя не представляющие, но надо занизить другого, который идёт в гору, которого бизнес, да, неплохой, красивый. Красивый. Это тоже вот, обратите внимание, есть это вот, кто поднимался, тот меня поймёт. Или это от небольшого ума делается, или, я не знаю, ничего. Ну, вообще, в любом случае, гоните прочь всех людей, которые вас стараются занизить, принизить, раскритиковать, что-то там вот, вот это всё не нужно. Вот это всё не нужно, потому что это негативные эмоции. И они ни к чему. И что хочу ещё сказать? Что ещё хочу сказать, мои хорошие? Было очень много вопросов у меня. Начали с эстетики, да? Начали с эстетики. Ага. Ну всё, что? Вот. Как у меня прошло воскресенье? Воскресенье у меня прошло... Мой супруг занят очень важным делом, я вам расскажу. Потом, ну, у меня у супруга ответственная работа, да, и поэтому, соответственно, он у меня сегодня занят. Вот. Ну, скоро он уже приедет, он буквально мне прислал сообщение. Думаю, ну, у меня есть полчаса записать видео, поэтому замечательно. Что мы будем делать? Мы поедем поужинаем. Вот. Макияж у меня уже сделан. Девочки, это тени диоровские у меня. Шикарные они. Ну, они такие с шиммером, с блеском, но они мне нравятся. Помада у меня лимитированная от L'Oreal. И что ещё? Что ещё? Она у меня тон мой хороший, ну, немножечко румяна, да, вы видите. Так что так. Что хочу сказать вам. Что я делала, да? Получилось так, что я с утра не ходила на завтрак. Нет, сегодня у меня не было чашечки кофе. Я завтракала дома. А, про завтрак. У меня ритуал. Тоже кто-то из моих знакомых говорит, я, Катюша, не люблю из дома выходить, завтракать. Мне хочется дома сделать завтрак. Я лучше выйду на ужин, буду ужинать там в ресторане. Девочки, мы все разные. Я люблю завтракать в ресторане, в кафе, пить кофе. Вот. А, соответственно, про ужин, ну, тоже можно. Тоже можно. Почему нет? И то, и другое. Но для меня привилегирование – это завтрак. Я где-то час наслаждаюсь кофе, завтракаю, отвечаю на ваши сообщения, если у меня есть что-то по продажам, да. Сейчас очень многие в отпуске. Нет таких движений, как у меня обычно, все время, да, потому что у меня, допустим, одна покупательница купила дом. Сейчас она его облакоустраивает, но она уже отложила там тысячи на две. Вот поэтому сейчас она приедет и оплатит все. Ну, у меня вот так вот, девчонки, в общем-то. Поэтому тут такое. О чем можно... А, девочки, очень интересный момент тоже, хочу с вами поделиться. Я приобрела, и уже давно приобрела, лежит его, надо померить. Может быть, даже я померюсь и запишу в шортс, да. Я приобрела такой оверсайз костюм, брюки и жилетка. Это лимитированная коллекция от...